Борис Николаевич, а вот все, второй раз вы будете красить, да? Второй раз. Краска будет точно такого цвета. Краска будет такая же, она номерная, она паспортная, в любой момент вы можете... Замечательно. И когда, скажите, пожалуйста, приходят сюда непосредственно заниматься спортивным настилом? Во второй половине дня, в субботу... В школьный спортзал директор Раиса Гладышева приходит уже третий раз за утро. Контролирует работу строительной бригады. Объект скоро сдадут, поэтому сейчас за ним глаз да глаз. Рабочие вставляют окна, готовят настил для пола. Диамант плохо был сделан, переделывали. Или ступенечки не так положены, переделывали. Или уголки на плитке не были поставлены. Соответственно, все это мы смотрим. Все смотрим, приходится смотреть. Раиса Антоновна шутит, что уже освоила профессию прораба. Ведь стройка в 59-й школе идет больше года. Проект нового четырехэтажного корпуса, в котором помимо огромного спортзала будет зал хореографический, репетиционные студии и учебные кабинеты, разрабатывали индивидуально. Интерьер каждого класса продумывали всем педагогическим коллективам. Здесь подиум для учителя. Здесь столы, здесь подводка, электричество, воды и так далее. Поэтому все продумано. Все кабинеты соответствуют требованиям Роспотребнадзора. Поэтому светлый, удобный. Ну а уже мы будем здесь украшать его. К 16 числа мы собираемся все кабинеты по линолеуму постелить и подготовить под приемку оборудования. С числа 25-го мы будем все убирать здесь, вымывать, чтобы ученики пришли в красивую школу. В красивые отремонтированные школы ученики придут во всех районах области. Порядка 700 учебных заведений примут более 100 тысяч школьников. Деньги на проведение косметических и капитальных ремонтов выделены немалые. Более 340 миллионов рублей. Сейчас по-разному в муниципалитетах обстоят дела. Но в общем и целом мы уже движемся к завершению ремонтных работ. И нет никаких сомнений, что все школы, детские сады будут готовы к 1 сентября к принятию воспитанников. Практически полностью обеспечены школы педагогическими кадрами. Всего в области вакантно 17 учительских мест. До середины августа их займут выпускники педагогических вузов региона. Ольга Родина, Алексей Великанов, Лепецкое время.